Севастопольское информационное бюро первой новости города. В студии Кирилл Попов. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. В Севастополе зафиксирован еще один случай заражения COVID-19. Пациенты и медперсонал городской больницы имени Даши Севастопольской останутся на обсервации в медицинских учреждениях города до 20 апреля. На севастопольских дорогах московская техника. Столичные специалисты прибыли в наш город специально для нанесения современной дорожной разметки на Большой морской. Учебные артиллерийские стрельбы в Черном море провел экипаж малого противолодочного корабля «Муромец». Как сообщает пресс-служба Черноморского флота, в качестве надводных целей выступили отбуксированные четы-мишени. Они имитировали корабли условного противника. В небе целями стали воздушные авиационные бомбы. На завершающем этапе стрельб моряки отработали алгоритм действий по организации противовоздушной обороны корабля с постановкой радиоэлектронных помех ближнего рубежа. Фрегаты «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен» после окончания двухнедельного карантина вернулись в Севастополь и ошвартовались у штатных причалов. Об этом сообщает пресс-служба Черноморского флота. Уточняется, что при стоянке на рейде эпидемиологи Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора провели комплекс специальных профилактических мероприятий, в том числе дезинфекцию корабельных помещений и выполнили медицинский осмотр членов экипажа. Личный состав здоров. После захода в Севастополь для моряков запланирован короткий отдых, а для кораблей – плановое техническое обслуживание и пополнение материальных и продовольственных запасов, после чего экипажи продолжат боевую подготовку. Военнослужащие вернулись в Севастополь после выполнения задач в составе сил постоянного соединения военно-морского флота в Средиземном море. В конце марта фрегаты пополняли материальные запасы в одном из иностранных портов по маршруту перехода. В связи с этим командование флота приняло решение о проведении двухнедельного карантина на кораблях. В Севастополе зафиксирован еще один случай заражения COVID-19. Об этом на заседании оперативного штаба в понедельник рассказал временно исполняющий обязанности губернатора города Михаил Развожаев. Женщину изначально доставили в городскую больницу номер 4 на северной стороне, в палатное отделение, куда определяли больных с ОРВИ. Получил я информацию от Роспотребнадзора по республике Крым и городу Севастополь, там где проводится ими верификация проб, которые берутся по случаям с подозрением на коронавирус. У нас еще один подтвержденный случай коронавирусной инфекции. Все больные, которые находились в этом палатном отделении, уже по моему указанию на выходные были переведены в инфекционную больницу. Теперь медперсонал, находившийся на первой линии, это 20 человек, изолированы. Их переведут в обсерватор на базу отдыха «Солнышко». Из больницы имени Даши Севастопольской, которая также временно превращена в обсерватор, людей перевезут в пансионат «Изумруд». Это касается тех, кому не нужна медицинская помощь. Пациентов, которые находятся в стационаре на лечении, переводят в городскую больницу номер 9. Я так и не понял, каким образом у нас получилась ситуация, когда мы с осложнением и урви доставляли в больницу Даши Севастопольской людей, в четвертую больницу. Медицинские персоналы, соответственно, те пациенты, которые случайно оказались, не понять, что делали, с какими-то плановыми историями, отвезите их в «Изумруд», где в туалет можно сходить не на этаже один. В больнице имени Даши Севастопольской проведут заключительную дезинфекцию. После этого власти решат, как использовать эти мощности. По поводу всей этой деятельности, по маршрутизации, проведите служебное расследование. Потому что я давал указания с легкими формами оставлять дома под медицинским наблюдением. В случае, если ухудшается ситуация, всех перевозить в инфекционную больницу или в 9 больницу. Пациенты и медперсонал городской больницы имени Даши Севастопольской останутся на обсервации в медицинских учреждениях города до 20 апреля. Об этом на аппаратном совещании в правительстве города сообщил заместитель руководителя межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Роман Проскурнен. По его словам, многие пациенты и медработники желают находиться не в медучреждениях, а на самоизоляции дома. Это, к сожалению, не представляется возможным, потому что они условно являются зараженными, они находятся под медицинским наблюдением. Напомним, 7 апреля один из пациентов в медучреждении был госпитализирован в городскую инфекционную больницу с подозрением на коронавирус. Впоследствии диагноз был подтвержден. По словам Романа Проскурнена, ближайший круг контактов пациента уже был обследован лабораторно. Результаты предварительных анализов отрицательные. Тем не менее, как сообщил чиновник, у всех находящихся на обсервации будет взят повторный анализ на коронавирус на 10 день. В воскресенье вечером в Крыму подтвердили еще один новый случай заболевания коронавирусом. Об этом на своей странице ВКонтакте написал глава республики Сергей Аксенов. Заболевший находился в командировке в Москве с 25 по 28 марта. Он обратился в медицинскую организацию с симптомами ОРВИ, но при этом скрыл информацию о пребывании за пределами Крыма. По результатам эпидемиологического расследования установлен круг контактных лиц из числа родственников и медицинских работников в количестве 14 человек. Принято решение о помещении указанных граждан в обсерватор под медицинское наблюдение. Организовано лабораторное обследование. В отношении отдаленных контактных лиц проводятся профилактические мероприятия. Вручены постановления о самоизоляции. В домашних условиях установлено медицинское наблюдение, сообщил Сергей Аксенов. Таким образом, по данным на утро 13 апреля в Республике Крым зафиксировано 32 случая заражения коронавирусом. 23 из них завозные, 9 случаев местные. 12 человек уже выздоровели, остальные продолжают лечение. Эпидемическая ситуация в Крыму только начинает развиваться. Такую позицию на заседании оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции в Республике выразила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская. За эту последнюю неделю мы фактически говорим о тех цифрах, выявленных больных, у которых ситуация развивалась 27-28 марта. То есть сейчас мы наблюдаем ситуацию еще до введения ограничительных мероприятий по территории Крыма, когда они были введены в соответствии с вашим указом ограничительные мероприятия. И ситуация в Москве была отличная кардинально от того, что мы наблюдаем сегодня. То есть фактически мы сейчас находимся только в начале пути развития эпидемической ситуации. В качестве аргумента она привела последний случай заражения, о котором стало известно вечером в воскресенье. Человек вернулся из Москвы еще две недели назад и большую часть этого времени мужчина занимался самолечением. Только 8 апреля он обратился в одну из амбулаторий в Красногвардейском районе. А диагноз пневмония ему поставили в больничном комплексе села Восход спустя еще три дня. С учетом длительного развития вот этой ситуации и большого количества контактов, по факту у него сегодня из его контактных 15 человек находятся в обсерваторе. Из них 8 медицинских работников, которые проводили ему рентгенобследование. 27 человек – это те лица, которые с ним одномоментно находились в приемном покое, там в амбулатории, которые приходили по другому поводу в лечебное учреждение. И они также поставлены под медицинское наблюдение. Они не госпитализированы в обсерватор как контактные второго порядка, но тем не менее они находятся под медицинским наблюдением и изолированы на дому. И 22 человека – это члены семьи медицинских работников и лиц, которые контактировали с ним предметно. То есть и таким образом по одному этому случаю 64 контакта у нас находятся под медицинским наблюдением. Также на самоизоляцию из-за возможного риска заражения коронавирусом были направлены сотрудники Красногвардейского психоневрологического интерната. При этом в самом медицинском учреждении находится около 300 больных, в основном пожилого возраста. Один из напарников заболевшего является сотрудником Красногвардейского психоневрологического интерната. Естественно, проведя эту всю цепочку, учитывая, что большинство сотрудников проживает в небольших селах, мы вчера направили на самоизоляцию 12 сотрудников Красногвардейского психоневрологического интерната. Всего под наблюдением врачей в соседнем регионе находятся 2700 человек. Глава республики Сергей Аксенов в очередной раз выразил надежду на сознательность крымчан и напомнил о необходимости соблюдения режима самоизоляции. Если у нас количество заражений в день превысит критическую цифру, достаточно небольшую. Еще раз говорю, обнаружение дальше в медицинских учреждениях больных закрывает это учреждение на обсерватор. То есть мы, коллеги, можем медицины лишиться. Просто в данном случае, что все наши больницы будут обсерваторами, не принимающими и не выписывающими больных в течение двух недель. Ну и не надо никому объяснять последствия такой перспективы. То есть что будет, если это произойдет. Соблюдение дистанции защищает лучше масок. Вот соблюдение дистанции, еще раз, никакого другого рецепта нет. И обработка... Около 50 миллиардов рублей на дополнительные выплаты медикам выделит правительство России. О подписании соответствующего распоряжения заявил премьер-министр государства Михаил Мишустин. Крайне необходимо поддержать медицинских работников, которые, рискуя своим здоровьем и жизнью, помогают больным с коронавирусом. По поручению президента подписано распоряжение правительства о выделении около 50 миллиардов рублей, которые пойдут на дополнительные выплаты медикам. Кроме того, Михаил Мишустин поручил Министерству здравоохранения вести постоянный мониторинг коечного фонда в регионах и докладывать о ситуации. Писали распоряжение правительства о передаче регионам коечного фонда федеральных клиник, которая определяет, какие медицинские организации будут помогать заболевшим коронавирусом. Главы субъектов федерации должны в кратчайшие сроки принять необходимые нормативные документы, чтобы направлять туда пациентов. Севастополь вводит электронный пропускат для передвижения по городу. Правительство внедряет систему цифровых QR-кодов для работающих предприятий. Об этом в понедельник на заседании городского оперативного штаба по борьбе с коронавирусом рассказала начальник главного управления информатизацией и связи правительства Севастополя Александра Осипова. Подать заявку можно дистанционно на специально созданном портале на сайте городского правительства «covid.sev.gov.ru». Данная система предназначена для обеспечения быстрого и защищенного предоставления пропусков в виде QR-кодов. Кроме того, данная система имеет также приложение для правоохранительных органов, в котором каждый QR-код может быть проверен. Чиновники обещают, что с помощью этой системы можно будет быстро и безопасно получить пропуск. Юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям следует авторизоваться на портале с помощью единой системы идентификации и аутентификации. После этого станет доступна форма подачи заявки на всех сотрудников. В ней необходимо указать полное имя каждого сотрудника, его электронную почту и мобильный телефон. Поле должности введено для того, чтобы при рассмотрении заявок исполнительными органами государственной власти Севастополя, исполнительный орган мог принять мотивированное решение о выдаче пропуска конкретно тому или иному сотруднику предприятия. Пропуска, как и ранее, смогут получать только те юридические лица, которые вошли в перечень непрерывно действующих предприятий. При этом пропуск получат не все сотрудники фирмы. Выдачи пропуска откажут, например, бухгалтерам или юристам, которые могут работать удаленно, отметила Александра Осипова. Нами на портале были оставлены несколько очень популярных видов деятельности для того, чтобы данные предприятия могли подать по одному-два пропуска для лиц, которые обязаны либо охранять это предприятие, если они в штате, либо следить за техническим состоянием системы жизнеобеспечения таких предприятий. После принятия решения выдать пропуск на указанную электронную почту направят уникальные для каждого сотрудника QR-коды. У правоохранительных органов будет доступ к приложению, в котором они смогут проверить, действителен ли электронный пропуск. С понедельника 13 апреля правительство города прекратило принимать заявки на пропуска по старой схеме. Ранее выданные бумажные пропуска продолжают действовать, их не требуют заменять. При желании можно в индивидуальном порядке поменять его на QR-код через портал. Все вопросы по заказу электронных пропусков можно задавать по горячей линии плюс семь восемь шесть девять два сорок один семьдесят семь ноль семь. Система выдачи электронных пропусков разработана и для физических лиц. При необходимости она может начать работу в течение суток, сообщили в правительстве Севастополя. Пошаговый контроль. В Севастополе увеличат число патрулей, которые выйдут на поиски нарушителей режима самоизоляции. Стражи порядка смогут привлекать к административной ответственности за нарушение правил, установленных севастопольскими властями для борьбы с распространением COVID-19. Полномочиями оформлять протоколы наделят все надзорные и силовые ведомства, включая Севприроднадзор, Стройнадзор, Росгвардию и МЧС, заявил в понедельник глава города. К сожалению, режим самоизоляции как-то выборочно очень соблюдается гражданами. Мы еще раз с коллегами это все обсудили. С сегодняшнего дня федеральное правительство определило, кроме органов государственной власти, субъектов, еще две федеральные структуры, которые имеют право выписывать пропуска по пункту 20.6 прим, это Росгвардия и МЧС. Все наши надзорные службы, Природнадзор, Стройнадзор, в общем, там все, что у нас касается, все надзорные ведомства, наделить тоже моим указом, правом выписывать протокол. Михаил Развожаев подчеркнул, что соблюдение режима самоизоляции будет жестко контролироваться. У нас кризис еще даже не начался. Не начался он благодаря тем мерам, которые мы последовательно вводим. Кому-то кажется, что это все профанация, еще раз говорю, это очень серьезные мероприятия. Мы сейчас выигрываем время, усиливаем возможности нашей медицины. Уже к концу недели у нас будет развернуто 100 коек с кислородом. Продолжаем тему пропусков. За неделю в Севастополе составлено 24 административных протокола за нарушение режима самоизоляции. Об этом сообщил исполняющий обязанности директора Департамента общественной безопасности правительства Севастополя Алексей Краснокутский. По словам чиновников, все материалы уже переданы в суд. На этой неделе ожидаются первые решения. На сегодняшний день Севастополь патрулирует 17 мобильных групп, усиленных добровольцами. На этой неделе мы расширим количество патрульных групп до 27 мобильных патрульных групп совместно с сотрудниками полиции. И, соответственно, усилим все-таки контроль за въездом в город. Глава департамента напомнил, что на въезде в Севастополь установлены 5 постов санитарного контроля. Еще один развернут на железнодорожном вокзале. По его словам, за минувшие сутки сотрудниками постов было пранкетировано 246 человек. Согласно статистике правительства, за сутки в город Герой пытаются въехать от 50 до 70 машин. Примерно 70% из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Как сообщил Алексей Краснокутский, за прошедшие сутки границы города покинули 58 автомобилей. К сожалению, люди думают, что можно приехать в город Севастополь и снять также квартиру. Предупреждается, что такой алгоритм уже не работает. И есть только подготовленные места в обсервации. И то это не пребывание на берегу моря, это, соответственно, пребывание в номере пансионата «Изумруд». Питание обеспечивается, все это размещение по минимальной схеме будет финансироваться данным гражданином. Поэтому люди покидают. На севастопольских дорогах московская техника. На этот раз строительная. Столичные специалисты прибыли в наш город для нанесения современной дорожной разметки на Большой морской. Что за технологии применяются на центральной улице Севастополя, расскажем далее. Ничем не приметные мешки, лежащие в кузове грузовой машины, совсем скоро оставят свой след в центре Севастополя. В них сухая смесь для будущей дорожной разметки Большой морской. Но прежде все, внимание, подготовки. Вот это маточный котел. Туда мы помещаем смесь сухой пластика. Он очень много там в нем компонентов, там смолы разные. Перед тем, как туда поместили, выставляем температуру масла где-то 230-240. Температура пластика в пределах 200 градусов. От 190 до 210. Вот он начинает плавиться. Включаем мешалку, он перемешивается. А дальше все как по строгому рецепту шеф-повара. Важно перемешать до однородной консистенции и варить не менее 4 часов. Выдержанная и точная износа устойчивая. Теперь смесь готова. При помощи желоба из маточного котла ее порционно подают в спецмашину для нанесения разметки. Неспешно и старательно. Со скоростью около 3 км в час спецтранспорт приступает к своей главной, ответственной миссии. Заправки одной разметочной машины хватает примерно на 150 квадратных метров работы. Технология позволяет запускать движение транспорта по участку дороги уже через несколько минут после нанесения разметки. Для работ по максимально современным канонам в Севастополь пригласили специалистов из Москвы. Ехали три дня сразу на своем спецтранспорте. Прошли проверку медиками и приступили к работе. Для разметки на Большой морской применяют термопластик. Он дороже краски и более требователен при нанесении. Зато в разы долговечнее. При высокой интенсивности дорожного движения должно хватить минимум на год. На данной улице около порядка 1700 квадратных метров нанесения термопластиком и 300 квадратных метров нанесения холодным пластиком ручным способом. Это дублирующие знаки, стрелы, буквы А для выделенной полосы для автобусов. Около 2000 квадратных метров работы, по словам специалистов, они могут выполнить за пару суток. Однако, учитывая, что сейчас это не единственные задачи на Большой морской, порой приходится брать в расчет работу других подрядчиков, времени понадобится чуть больше. Но уже к концу недели разметку нанесут по всей обновленной улице. Юлия Баузькова, Денис Александрович, Севен Форум Бюро. Из обычных брусков в произведение искусства. Крымский мастер резьбы по дереву создает уникальные по своему качеству украшения и миниатюры, не имеющие аналогов в мире. Особенность техники состоит в том, что мастер работает с натуральным цветом древесины, который особенно заметен на торцевом спиле. Николай Гаврис работает в таком стиле с 2011 года. Резные изделия из дерева он впервые увидел на рынке у торговцев из Закарпаттия. Восхитившись увиденным, мужчина, сменивший несколько профессий, решил попробовать заняться классической резьбой. Если в классической резьбе я могу приблизительно сказать, когда оно будет готово, то здесь я не могу сказать, потому что там каждый раз что-то меняется. Это как, знаете, вот волна серфингисты, они ищут волну. Вот так же самое и здесь. Ты не знаешь, из чего оно... Ну, ты приблизительно, в общем, понятно, что будет. Но в том-то весь интерес. Ты должен подобрать и сгармонировать так, чтобы оно в конечном результате было. Ух ты, красиво! Николай Гаврис говорит, что при таком ритме работы он не отдает свои произведения на выставке, поскольку большинство из них выполняются под заказ. Когда я начал это дело все в реальность внедрять, в общем, когда я сделал первый фасад, на который у меня ушло 4 месяца, вот с утра до вечера, потому что я был весь в азарте, такой весь упорно, думаю, это же первая вещь, надо ее как-то... И она вот у меня получилась вообще просто шедеврально. Я когда увидел сам это, я просто удивился, что оказывается действительно такую тему никто не развивает даже в мире. Питомцы, инфицированного коронавирусом, владельца не участвуют в распространении COVID-19. Данные о том, что животные-компаньоны могут заражаться новой инфекцией, не подтверждены. Об этом телеканалу НТС рассказал заместитель начальника управления ветеринарии правительства Севастополя Александр Полищук. Согласно имеющихся данных, размещенных на сайте Всемирной организации здравоохранения животных, Международное эпизодическое бюро, информация о том, что животные играют какую-либо роль в передаче новой коронавирусной инфекции, доказательств нет. Из 4600 видов млекопитающих нашей планеты летучие мыши составляют 20%. Рукокрылые – инкубаторы для инфекции, способных заразить человека. Однако факт того, что первый пациент заразился коронавирусом от летучей мыши, также не подтвержден, отметил Александр Полищук. Государственная ветеринарная служба руководствуется нормативными актами действующими, а также, как и обычные граждане, мы получаем информацию из открытых источников. Это сайты Всемирной организации здравоохранения, это сайты Россельхознадзора, это сайт Международного эпизодического бюро. По информации, размещенной на этих сайтах, на данный момент не установлен источник животного происхождения. Какие болезни передаются человеку от животных? Можно ли заразиться коронавирусом от питомцев? Как обращаться с уличными собаками и кошками? И когда делать прививки домашним любимцам? Подробная беседа об этом в новом выпуске программы «Актуальное интервью». В Крыму испортится погода. Со среды на смену солнцу придут тучи и дожди, местами сильные. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Республике Крым. Вместе с дождями на полуостров придет и сильный северо-западный ветер. Ожидается, что его порывы будут достигать 17-22 метров в секунду. На смену весенней погоде придет осенняя. Температура воздуха понизится и составит 9-11 градусов тепла. Сотрудники МЧС напоминают, в такую погоду высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций. Главное управление МЧС России по Республике Крым рекомендует гражданам, прежде всего, придерживаться принципа самоизоляции и не покидать свои дома. В случае вынужденной необходимости выйти на улицу, просим обращать внимание на целостность линий электропередач. Просим не находиться под ветхими деревьями, рекламными щитами, возле стен зданий и сооружений. Не парковать в этих местах свои автомобили. Особое внимание в данный момент заслуживают дети и люди пожилого возраста, которым необходимо указать в случае необходимости помощи. Что касается погоды в Севастополе, то здесь все куда более радужно. По сообщению наших синоптиков, 14 апреля в городе ожидается переменная облачность без осадков. Ветер южный 10-15 метров в секунду. Температура воздуха ночью 4-6 градусов тепла, днем 14-16 с отметкой плюс. За минувшие сутки в Севастополе на свет появились 9 детей, 5 мальчиков и 4 девочки. На сегодня это все. За развитием событий следите вместе с выпусками Севан Форумбюро. Телефон редакции 59 до 060, а также мобильный плюс 7978-931-31. Уточнить информацию или оставить свою вы можете на нашем сайте ntsdfiz.tv.com. Ждите новостей. До встречи. Не болейте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова